Для того, чтобы начать заниматься электроникой, нужно всего лишь несколько вещей. Первое из них это ваше желание, но оно должно быть обязательно, без этого и не стоит начинать. И следующие обязательные вещи, которые вам нужно приобрести, это конечно же паяльник, принадлежности для пайки, хороший припой, также желательно флюс, можно начать конечно из канифоли, прибор какой-нибудь, стрелочный, цифровой. Это уже на ваше усмотрение, кому какой нравится, я бы рекомендовал взять и тот и тот. И еще одна из главных вещей, которые нужны для вашего творчества, это нормальный блок питания. Конечно же, если позволяют средства, можно сразу купить дорогой лабораторный блок питания или хотя бы средний. Ну, а я предлагаю его просто сделать самим и начать нужно с того, чтобы посмотреть, какие-нибудь у вас адаптеры, может быть, валяются ненужные, от каких-нибудь роутеров, тюмеров, еще чего-то. Очень хорошие варианты, это адаптеры от ноутбуков, я возьму, буду показывать на таком адаптере. И нам нужно еще приобрести, для этих наших целей, какой-нибудь DC-DC понижающий преобразователь. Почему я говорю, какой-нибудь, любой, ну, для начала поэкспериментировать можно на любом. Взять самый дешевый, который вы найдете у себя в магазине или где-то выписать по почте, кому как удобно. Я буду экспериментировать, допустим, на этом, хотя у меня сейчас на столе лежат разные варианты, с разными токами, даже есть с индикатором напряжения, на входе, на выходе. Также они отличаются чаще всего на более дешевых. Стоит по одному подстроечному резистору, бывает два резистора и бывает даже три резистора, вот, допустим, как на вот этой плате. Но мы, чтобы нам было проще разобраться, как для начинающих, начнем с тех, где есть один резистор. Вот тут этот адаптер, он заявлен 3-амперный, 2 ампера без дополнительного радиатора и на дополнительном радиаторе 3 ампера. Ну, нас, как бы, это сейчас не волнует, реально он выдаст этот ток или не выдаст. Нам просто нужно разобраться, как на нем мы сделаем наш блок питания. Если вы не хотите резать свой адаптер, отрезать от него шнур, чтобы подпаять DC-DC преобразователю, можно воспользоваться гнездом подходящего диаметра, выбрать гнездо под ваш штекер. Я подобрал гнездо под мой штекер, это пятерочка, внутренние 2,5 и нам нужен будет резистор. Смотрим на свою плату, где находится резистор. У меня здесь написано 103, это значит 10 кОм. Я подобрал резистор переменный на 10 кОм и нам нужно будет сейчас выпаять наш подстроечный резистор и запаять этот, что я сейчас и сделаю. Итак, включаю паяльник, выставил температуру и сейчас буду выпаивать. Как я уже говорил, для начала можно использовать и канифоль, но потом можно будет добавить какие-то более дорогие флюсы. Итак, выпаиваем нашу деталь, подстроечный резистор. Выбрасывать его не нужно, он еще нам когда-нибудь пригодится. Теперь на его место нужно распаять нам переменный резистор. Но так как ножки не совпадают, расстояние переменного резистора больше между ножками, то я использую вот такие штырьки, отрезаем на 3 штучки. Хотя вы можете спокойно взять обыкновенные 3 проводка и припаять ваш резистор. Единственное, что нужно разобраться, запаять его есть два варианта. Можно запаять так и можно так, что от этого будет меняться. В одном случае напряжение будет увеличиваться, если мы будем крутить по часовой стрелке, а уменьшаться против часовой стрелки в другую сторону, если мы запаяем, будет противоположную увеличиваться, если против часовой стрелки и уменьшаться по часовой. Итак, вот я подготовил, запаял уже наш переходничок под переменный резистор. Как я уже говорил, его можно будет припаять вот так и вот так. Резистор запаян. Теперь остается подпаять наш блок питания на вход. Вот сюда, где написано IN. Отсюда будем брать выход. В моем случае я буду ставить гнездо, как я уже говорил. Хотя, опять же, запаяю два провода, гнездо, и буду через него подключать блок питания. Отсюда брать буду выход. Вместо одного резистора можно поставить два, чтобы была точная и грубая настройка. Тогда будет более удобно. На первый случай пойдет и такой блок питания. Потом его дальше можно будет модернизировать. Главное, с чего-то начать. Резистор я перепаял, потому что он регулировал в обратную сторону. И еще одно замечание. Не экономьте на проводах. Поставьте провода более-менее нормального сечения, чтобы пропускали хороший ток. Также я запаял гнездо. И сейчас подошел ответственный момент испытания. Итак, давайте я сейчас подключу блок питания. Включаем. Засветился светодиод. И сейчас я начинаю регулировать. Светодиод тухнет и загорается. Можно, конечно, дополнительно использовать вот такие платы вольтметры. Чтобы было проще. На корпус где-то разместил. И можно сразу видеть, какое у вас напряжение. Конечно, у них точность не сильно большая. Но для наших целей этого хватит. И еще я рекомендую на выходе нашего DC-DC преобразователя поставить LC-фильтр. Я о них рассказывал в одном из предыдущих своих видео. Чтобы убрать помеху, которая образуется на шим-контроллере после преобразования. Также в дальнейших видео мы будем по мере возможностей модернизировать наш блок питания. Улучшать его. Я планирую дальше подключить к нему микроконтроллер. Сделать его более-менее умный. Наподобие китайских схем. Если кому будет интересно, не забудьте подписаться. Для этих целей я в своем плейлисте сделаю отдельный раздел блоки питания. И все, что связано с блоками питания, я буду размещать там. Надеюсь, что это видео вам понравилось и было полезно. Также, если вы еще не подписаны, подпишитесь на канал. И заходите на сайт. Всем приятных просмотров и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok